Интеллектуальным центром празднования Дня православной книги в белорусской столице стала площадка Национальной библиотеки Республики Беларусь. Торжественный акт по случаю праздника, который собрал представителей духовенства, государственных структур, дипломатического корпуса общественности республики, возглавил митрополит Минский Иезославский Вениамин, патриарший экзархвсия Беларуси. День православной книги в Белорусской православной церкови отмечается с 2011 года и приурочен к воспоминанию издания в начале 16 века Франциском с Кариной, первой на восточнославянских землях печатной Библии и изданию в 1564 году выходцами из белорусских земель Диаконом Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, книги «Апостол», ставшие первой печатной книгой в Московском царстве. В ходе торжественного акта в Национальной библиотеке Белоруссии состоялась передача в дар Белорусской православной церкви фоксимильного издания Библии Матфея 10-го 1507 года. Как отметила руководитель представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске Марьяна Щеткина, проект был реализован Библиотекой Российской академии наук, Институтом русской литературы и Постоянным комитетом. Именно сегодня печатное слово, его просветительская роль, формирование нравственности, воспитательная роль литературы играет огромное значение. В работе Постоянного комитета есть направление, такое это издательская деятельность. И вот один из уникальных проектов, который был реализован Библиотекой Российской академии наук, Институтом русской литературы, Постоянным комитетом, это фоксимильное издание Библии Матфея 10-го. 10-го, потому что это был 10-й ребенок в семье. Это уникальный памятник литературы, это уникальный памятник славянской культуры и книжного искусства. Это два замечательных тома. Второй том – это исследовательская часть, это работы специалистов, это наука. И, конечно, широкие массы читателей, они просто не имели возможности ознакомиться с таким уникальным изданием, которое хранится в фондах Библиотеки Российской академии наук. А вот благодаря изданию в рамках союзного государства появилась такая возможность. Ваше Государство Преосвященство разрешите от Института Советского комитета, позвольте передать в дар Белорусской православной церкви ряд изданий. АПЛОДИСМЕНТЫ Наше внимание сосредоточено на книге «Как хранительница духовного наследия белорусского народа». И издревле прежде всего переписывались, а затем печатались книги, посвященные духовной тематике. Обращаю взор человека к главным смыслам жизни. Обращаю внимание людей на то, как должно жить. Какой замысел творца о человеке, о высоком предназначении каждого человека. Вот эти темы, смыслы, они всегда во внимании у людей. И в наше время особенно видим, что предлагаются многие новые взгляды на жизнь, предлагаются новые культуры, субкультуры, которые не всегда совместимы с нашей национальной культурой, с духовной традицией. И эти вызовы времени важно правильно рассмотреть. И рассмотреть как раз, опираясь на духовное наследие нашего народа, обращаясь прежде всего к книге книг Библии и другие книги, на которых воспитывались белорусские святые.